С момента ЧМ 2018 года по футболу в Саранске прошел год. Как только он завершился, стали всплывать неприятные моменты и возбуждаться уголовные дела. Саранск не остался в стороне. В эпицентр крупной коррупционной истории попал Международный аэропорт Саранска, а точнее один из его экс-руководителей, 42-летний Александр Баюшкин. По версии следствия, с декабря 2016 по май 2018 он ежемесячно получал взятки за личную подпись, которая позволяла некоторым подрядчикам строительства объектов аэропортового комплекса Саранска сдавать работы с нарушениями и, соответственно, получать за них государственные деньги. Баюшкин, занимая вышеуказанную должность, за современное принятие выполненных работ на объекте басольного подразделения аэропорта город Саранск, подписание исполнительной документации и согласование актов приемки выполненных работ по форме КС-2 получил лично от представителей производства компании, а также через их посредников взятку в виде денег в сумме 650 тысяч рублей. Эту сумму мужчина получал частями в течение полутора лет, а параллельно с ней еще одну – 720 тысяч рублей от директора другой строительной организации, которая также перечислялась ежемесячными платежами на карту за подписи на нужных документах. Получая деньги, Баюшкин показывал на сайте головной организации, как успешно идет реконструкция. Это бы происходило как? То есть в ходе рабочих встреч при обсуждении выполнения каких-либо работ уже непосредственно встречался с руководителями производственной компании, и РМАС Холгинг, соответственно, и в ходе таких переговоров он предложил, что вот ребята, есть вот такие у нас работы выполняются, если вы мне будете проплачивать определенные вознаграждения, мне я буду беспрепятен подписываться документы, отправлять их для оплаты устраивающей организации. То есть у вас проблем с оплатой никаких не будет. С обыском в дом к бывшему директору аэропорта оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД пришли 31 июля прошлого года. Внутри жилища в Ордатове правоохранители изъяли огромное количество документов, в том числе доверенность на подписание актов выполненных работ и ту самую печать, которая незаконно обогатила руководителя. 2 августа Баюшкина заключили под стражу. Позиции следствие покажет. А вы как относитесь к этому всему? Всему тяжело на данный момент, переживания. Но все-таки взятка была? Была оплата. Оплата чего? Работы, которые я производил в неурочное время. Однако со временем позиция экс-руководителя аэропорта Саранска изменилась. Он полностью признал вину и за активное сотрудничество со следствием добился изменения меры пресечения на подписку о невыезде. 14 августа суд предоставил Баюшкину выступить с последним словом. То, что я совершил, не осознавая на тот момент, когда это все происходило, чем это обернется, это причинило большую боль своим близким. Я потерял отца, самого дорогого, самого дорогого наставника этой жизни. Не был с ним в эту трудную минуту. Раскаиваюсь всем сердцем, всей душой. Мама осталась без моего плеча, без отцова, теперь без моего. Прокурор за коррупционные преступления запрашивал наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 5 миллионов штраф. После совещания суд постановил признать Баюшкина виновным и приговорил его к 4 годам общего режима со штрафом в доход государства в размере 2 миллионов рублей. Бывшего директора аэропорта взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил. Анастасия Семушева, Павел Толобаев, программа «Происшествие».